Подайте родинцы Здесь детки ждут хлебца от папки У папки в кармане анализ мочи Не фунь или не марки Приходи ко мне лечиться И голова, и молчится Приноси сметану, мясо, самогонку, что горит Всех он привит, всех пригреет Изцепит от гонорей от инфаркта Бедный доктор, ай, болит И посадки всем, как святые места И вором работать в Багнаде Подайте родинцы за ради Христа Аллаха и Кришны за ради Как выйдешь на паперть, как глянешь от крест Нет счастья, покой, есть и воля Отчизной поставлю на мне красный крест И в задний полумесяц мне коле Отчизной поставлю на мне красный крест И в задний полумесяц мне коле Под местом кончистен я мелком вижу Мой ум помутился от горя И на зло государству по клубам хожу И матом пляжу на заборе Не лезьте ко мне, помогу зашибить Чиновникам вся не хорова Как велщий Олег я намерен прибить Свушить на воротах нет здраво Как велщий Олег я намерен прибить Свушить на воротах нет здраво Не надо было висеть, писать копыры И так красные знаки Сегодня близко Давайте я не снимаю вообще А? Идти с Гоэм? Да, ну надо что-то висеть в форму А что Генов? Айданьте 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 Подожди, я что Здесь с Гривой сгорится банок Как говорится А? Вставай А я иногда же приезжаю С ним взорваюсь Ну что, мне можно приходить-то? Да ладно Говорят Я вот сюда Как это делать? Мне это Мои подчиненные даже передали Пошутил С площадки может с этой А это лучше с Кудом И мэры Сколько нас А по нашим А по нашим Белом Валлесовым А штамп мы поднимали все же Мы даже до Президента И никто из Я за Китая А потом национальность Кто вы скажете Кто вы скажете У нас есть У нас есть Пенсионер Какая ты Какой пенсионер Ты сидишь за столом Думаешь Вечно гавкаюсь Только одно Отгавкиваешься Отбрехиваешь Я слышал Я даже слышал Ускорения Такие А как Отгажаешься А что там Их 18 человек А нас с Геной двое Вот и все Что с ними сделаешь Смешно Нету Говорят Денег на священие Сменить Все светильники В городе 2800 7 миллионов надо Ну и ГОКУ Отдали 33 миллиона Что он бедный что ли Уважаемые товарищи Здравствуйте Давайте вот сюда Взвинемся Посередине двух машин И как раз Нормально будет Время на 90 часов Будем начать митинг Все работники У воды Нас там не упрягали Приветствую Приветствую Сегодня мы собрались здесь Выстретив протест Я сперва Немножко Немножко Высыплю Потом у кого желание есть Выскрыться Мы спустимся вниз А ну ладно Давайте так Так Мы собравшись На сегодняшний митинг Граждане Являемся свидетелями Очередного похода Сытых и богатых Против больных И обездоленных Министр финансов России Антон Цилуанов Прилюдно признался Что денег в стране Нет Поэтому Первое На чем по его мнению Можно и нужно Сэкономить Это наше здоровье С этой целью Он предложил сократить И без того Катастрофический Катастрофический Недефинансированное Здравоохранение Более чем на 70% В 45 Миллиардов В 13 И пока мы Жарко спорим По этому поводу Правительство Без лишнего шума Проводит свои Людеецкие идеи В жизнь Замысел прост Избавиться любыми Средствами От бюджетной обузы Областной Минздрав Уже идет По пути сокращения Расходов На здравоохранение Финансирование Здравоохранения Свердловской области Будет уменьшено В 16 Году Более чем на миллиард Рублей В бюджете На областной здравоохранении Заложена сумма В 37 миллиардов Рублей При этом Финансирование Скорой медицинской Помощи Будет урезано На 5-ое направление Экономии Уничтожение больниц И ФАПов У нас пример уже такой есть Поселок Валерьяновский Где Собирается Оставить одного фельдшера Чтобы он Отказывал услуги Посетчанам Напомним Напомним Что в десятом С десятого года Благодаря усилиям Министра здравоохранения Аркадия Белявского Число Фершинско-апширских Пунктов области Уменьшилось С 248 На 177 И данный процесс Продолжается Только за 15-й год Под нож Будет отправлены Поликлиника Поселки Махнёво Центральная больница Поселка Гарри Закрыт дневной станционер В поселках Вердня Дуброво И Натальянск Ликвидируем пункт Скорой помощи Новосбесте Поселки Калиново Полностью уничтожен Медгородок Скорая помощь Профильные врачи На станции Таватуй Медпорционала Нет вообще Возникает проблема Где сделать элементарную прививку от плещей Вокруг-то лес Жители вынуждены ехать до ближайшей больницы за 40-100 километров Участились случаи гибели пациентов по пути в больницу Еще одно направление экономии Снижение подушевого финансирования на лечение пациентов В вторичном соглашении на 16-й год Фонд обязательного медицинского страхования Сократил расходы на оказание медицинской помощи Одному клиенту 2,5 раза Это делает фактически невозможным лечение тяжелых заболеваний Поскольку количество и степень тяжести пациентов на протяжении многих лет не меняется Соответственно не меняется и уровень затрат на их лечение При этом никто не снимает с медицинских учреждений задачу выполнения плана по приему больных В результате ряд больниц Включая МАУ ГКБ номер 14 в Екатеринбурге Куда как в специализированном отделении по лечению острых химических отравлений Госпитализируются наиболее тяжелые пациенты Оказываются под угрозой закрытия В виде их нерентабельности Особенно не повезло инвалидам И без того людей без рук и ног ежегодно гоняли на комиссию Доказывать, что ампутированная конечность у них за это время не отросла Несколько лет назад начали снимать группы с диабетиков Но самый урок инвалидов наступил год назад После вступления в силу приказ Минтруда номер 64Н Согласно которому группу инвалидность стали заменять более легкой Снимали часть льгот Согласно новому приказу Для признания инвалидности нарушения функций организма У пациентов должно составлять более 30% Все более распространяется случай Когда с детей больных ДЦБ снимают группу Поскольку у них утеряно менее 30% подвижности Врачи в частных беседах признаются Что им настоятельно рекомендовано снять инвалидность С максимального числа людей Политика областного Минздрава в лице Аркадия Белявского Не только привела к резкому снижению качества обслуживания населения Но и радикально ухудшила условия труда для медицинских работников Врачей, как и прочий медперсонал переводят на неэффективные контракты Примеры у нас были, это работники скорой помощи Когда заставляли подписывать кабальный договор И на уменьшение заработной платы на 6-5 тысяч Отменены надбавки для среднего медперсонала За тяжелые условия труда И президентская премия 5 тысяч рублей Одновременно всей территории Свердловской области Происходит укропнение участковой службы Растет число пациентов в расчете на одного врача Сотрудникам, не выполняющим госзаказ, предусмотренным эффективным контрактом Выплачат только оклад В результате проводимая либералами реформа здравоохранения Ведет не только к коммерциализации принципиально нерыночной сферы медицины Но и к уничтожению населения России Врачей вынуждают навязывать ненужные процедуры По обследованию, а зачастую и ненужные операции Просто для того, чтобы освоить деньги В рамках коммерческой модели здравоохранения Врачам оказывается выгодно Когда пациент покупает их услуги как можно дольше Сама система подталкивает работников медицины Не лечить, а залечивать своих больных Врачи нагрузили колоссальным объемом отчетности И превратили в дело производителя Нередко оказывается, что быть регистратором Распределяющим пациента под специалистом Гораздо выгоднее, чем лечить больных Таким образом, официальная цель данной реформы Повышение платности бюджетных услуг А искусственно удерживаемые в состоянии бедности Желающие еще выступить Есть ли? Юрий Геннадьевич Иван Иванович Канисев, депутат городской думы Хочу сказать тоже внести пару пятачков в это дело Я скажу, дело в том, что государство отказывается выполнять конституцию У нас в конституции написано, что медицина представляется бесплатно А у нас ее сейчас правительство переводит буквально Выталкивая на платную основу Мы все замечаем, что сокращается бюджетное финансирование наших ЦГБ В 2015 год было сокращено на 60 миллионов В этом году на 16% дополнительно к тому, что было сокращено Это то есть еще на 70 миллионов Поэтому, когда требуют от главного врача выполнения функции бесплатной медицины Она для того, чтобы не портить отношения Нездрава, который ее нанял И который может ее также уволить Всячески пытается здесь попасть, как говорят, между двух жерновов Первое Это вписаться в то финансирование, которое есть А второе Не допустить, чтобы народ выходил с возмущением И выходили врачи Если врачи даже и медсестры пытаются где-то что-то там сказать На них идет глубочайшее давление Что мы наблюдали буквально по федшерам скорой помощи Фактически это люди не видят, что творится на самом деле внутри Также давление идет на врачей и на медицинских сестер Поэтому мы здесь, которые должны бы выйти защищать свои права Потому что урезается их заработная плата Урезается финансирование лечения больных И результатов лечения такого ноль Мы их здесь практически не видим Потому что врачи сами запуганы Председатель правкома Краева Которая представляет интересы этих трудящихся Этой части Трудящихся врачей, вот эти медсестры Она категорически против того, чтобы медики выходили с какими-то протестами Это мы проводили в последний раз Это в пятницу встречу с главой города Набоке и следой Юрьевной в Валерьяновске Мы там беседовали два часа Все ссылаются А так и правительство, и наши власти Всякие пытаются ссылаться на закон Пытаются его так истрактовать Что действительно надо сокращать и все прочее Вот я поднял, жизнь заставила Закон Министерства здравоохранения 254Н Который говорит о оказании медицинской помощи населению Так там прямо в пункте 9.6 сказано Что такие населенные пункты, как Валерьяновск Находящиеся на расстоянии более 6 километров Там есть разделение таблицы до и далее У них должно быть не просто в ПАП иметься А должен иметься амбулатория Врачебная, врачебная, запомните Врачебная амбулатория Которой, естественно, должен не один быть фельдшер А там должно быть в врачебной амбулатории Врач, фельдшер, медсестра, санитарка Это все по нормам, которые прописаны в самом законе И что самое интересное Когда если что-то случится У крестьян, так скажем, у нас какое-то нарушение К нам сразу приходят и находят Ссылаясь на все пункт закона Что вот это положено Мы тебя или арестуем, или накажем Когда нужно власти Где прямо прописано все И глаза закрывшие Власть ничего не делает И сама нарушает закон Ведь по этому закону Любой гражданин имеет право обратиться в прокуратуру И сказать А проживающий на Валерьяновске Извините, мол, граждане А почему не выполняется вот эта статья закона Который, приказа Который вы, собственно говоря, и выполнили Вы ссылаетесь Ведь ссылается все на то, что На одно, тоже в этом же законе Есть положение О том, что тысяча тысяч человек Должно быть обслуживать врач Фельдшер на участке Но это никогда не упоминается Что это обслуживается Тысячу триста человек В городской больнице Участок обслуживается А никак не ФАПом В итоге у нас идет нарушение на местах Я не говорю, что это сверху диктуется Это понятно всем Деньги Как не выделялись, так и не выделяются Я понимаю Есть ли в Америке платная медицина На которую нас толкают Но извините меня, ребята У нас заработная плата Осталась ведь советская В которой начисляет хозяин нам Только на то, чтобы мы поели С голоду не умерли И купили себе штаны Больше там ничего не заложено Если в американской заработной плате Соответственные расходы на обучение На лечение Потому что там система оплаты другая Если сейчас у нас мировые цены Все видят Что у нас цена колбасы стоит Что в Соединенных Штатах Там колбаса еще и мясо дешевле В США, в Нью-Йорке купить можно У нас даже водка дороже, чем там А про бензин я и не говорю Но, ребята, у нас-то заработная плата Даже на комбинате упала с 1200 долларов Которая была Сейчас она 600 составляет долларов А, извините меня В Америке средняя заработная плата От 2500 до 4000 идем Это средняя Я не говорю, что там врачи зарабатывают вообще По 6-8 тысяч долларов в месяц Но спрашивается На какие такие шиши мы должны лечиться в платной медицине Я вот все же сказал Поэтому, что самое интересное Из всех партий здесь Присутствуют практически Которые Единая Россия Говорят, что мы заботимся О нашем здоровье народа О процветании Все заботы Каждый день с телевизора Льются такие речи Вот кроме коммунистов Почему-то здоровья никто и не беспокоится Что странно Спасибо Желает выступить Баданин Александр Машинист электровоза Здравствуйте Здравствуйте Я хотел выступить Ну как бы Во-первых В первую очередь Сказать огромное спасибо Всем тем неравнодушным Что пришел сюда сегодня Граун, чек! Хотел сказать огромное спасибо Всем, кто пришел на эту площадь Чтобы поддержать медиков наших И вызывает очень большое сожаление Что все-таки в нашем городе Большинство людей Оказались очень равнодушны Они не хотят обращать внимание На беды соседа На то, как ущемляют права Того человека Который находится рядом с ними В моем понимании В этом митинге должны были принять участие Как ГОКовские работники Как педагоги Как работники других муниципальных служб Все должны были выйти И единым коллективом И единой группой жителей Качканара Именно поддержать медиков У нас же мы видим Что все отсторонились И у нас идет 100% разделение Каждый переживает только за самих себя Очень хочу обратиться Я надеюсь, что все-таки Средства массовой информации Которые присутствуют здесь Они донесут информацию До остальных жителей города Качканара Что нужно отстаивать Нужно объединяться Нужно всем сплочаться на этом В вопросах защиты прав, интересов Трудящихся любых специальностей Не важно Какой партийной они принадлежности Относятся Какая частная собственность Или не частная у них В каком предприятии они работают Вот это основное, что я хотел сказать И надеюсь, что жители города Качканара Меня услышат Спасибо Слово предоставляется Игорь Геннадьевичу ПЗУ Уважаемые товарищи Вот среди нас Вот даже вас присутствующих Ну что же нам даст Вот этот вот виден Который мы собрались Ближе микрофон Че, не слышу что ли? Слышно Я хочу привести только вот один пример Я по своей надобности Поскольку я инвалид А сегодня говорили об инвалидах Да? Был в сороковой больнице Вот буквально на той неделе На той неделе Встал в очередь За определенными документами Которые нужны были Ну и в очереди разговорились Вот Сзади стоит мужик Он начал критиковать И все остальное Вы, Камгинад, уже не работаете Да, я говорю, трудности Но мы пытаемся эти трудности Как-то преодолеть И профсоюз наш Задает вопросы И митинги проводим Да, митинги это Митинги Так вот Я говорю, нет Мы провели митинг По скорой помощи Вызвали сюда И нашего главного врача По Свердловской области И замминистра у нас был Разобрались И решили вопросы Да, ну, говорит, это самое Это, говорит, только слова Женщина стоит переди меня Мне надо, говорит Это не слова Вот у нас, говорит, в Красноуральске Всех собрали и сказали Не будьте как в Качканаре То есть Наверное, сказал-то мэр Заставил их Прикрешайте на месте И не делайте как в Качканаре То есть Тот наш митинг по Качканару Когда мы провели, да, с вами Все-таки разнесся Потому что власть боится Тем более сейчас Предстоят выборы Она боится не того Она боится вот Социальной возмущенности Возмущенности населения По социальным вопросам Боится этого дела А когда нас вот много Тогда же ведь Камеры ходили в СМИ И я хочу, чтобы вот Здесь, который нас снимает Тоже эти Вот наш митинг появился в СМИ И почему мы об этом говорим И я считаю, что вот Габас Надо вот Те Тот вопрос И то решение По Валерьяновску И То, что там Не соблюдает Вот этот закон Надо Вот от имени Граждан Валерьяновска Подать в прокуратуру Пускай Они посмотрят Как наша власть Исполняет этот закон То есть вот Я всегда говорил Что Все-таки кучка И еще раз повторяю Первомайские праздники Три-четыре человека Коммунисты Начали проводить Первомайские праздники Там Где-то Десять Двенадцать Иван Иванович Сколько лет назад Да? В девяносто шестом Девяносто То есть В те времена Так вот А сейчас То есть Повернулись И проводят Вот это самое И губернаторский указ И все остальное Так вот Когда мы настойчиво Будем вот это дело Проводить Настойчиво Свой голос За все эти дела Тоже И критиковать Я думаю Что Мы Кое-что Добьемся Не все Не все Но В нашем городе Мы попробуем добиться Спасибо Игорь Геннадьевич Но коротко Мы скажем По митингам Которые мы проводили В городе Качканале Можно было бы Помолчать Чего не слышно было бы Но когда мы вышли В солидарном месте С работниками Скорой помощи Здравоохранения Пригласили центральное телевидение Лайф Ньюз И показали По центральному телевидению Областном телевидении Друзья Эффект очень большой Чиновники Не любят гласности И вот Даже небольшое количество Которого собралось здесь Тоже даст Очередной эффект Общественного мнения Независимо от того Сегодня многие не пришли Завтра придут И То что Работники Не побоялись Не постеснялись А обратились К депутатам Которые Ну решают Определенные вопросы В пользу населения города Это конечно Очень даже хорошо В настоящий момент Поселок Валерьяновский Тоже Очень серьезный вопрос Потому что Люди боятся Потерять Медицинское обеспечение В основном там Пожилые люди Проживают Ну и конечно же Большая рождаемость Мы когда разговаривали С мамашами Там трое Пять детей И инвалиды есть Их нельзя оставлять Конечно Медицинской помощи И мы все сделаем Для того Чтобы Медицинские работники Конечно Были Мы надеемся На здравомыслие Лидии Юрьевне Не все Как бы Объясняется Циркулярами До этого же Работали люди Нормально все было А теперь раз Ну почему-то Приказу Почему-то все-таки Решили оптимизировать Ну если План с даром Сделали Для испытаний Свердловской области Ну это же не нормально Здесь же люди живут И с людьми Надо считаться Кто желает Еще выступить Ну если Желающих У нас нет Наверное Зачитаем Резолюцию От нашего Митинга Эта Резолюция Будет От имени Свердловской В области Наш Качканар Вносит Свою лепку И мы Направляем Эту Резолюцию Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Председателю Правительства Дмитрию Медведеву Губернатору Свердловской Области Куевышеву Правительство Свердловской Области Резолюция От участников Митинга За доступную Медицину Мы Собравшись На митинг Жители Города Качканара Обеспокоены Тяжелой ситуацией Сложившейся Здравоохранение Региона В связи с сокращением Количества Районных Поликлиник И фельдшерско Акушерских Пунктов Обслуживая Сельские районы Области Напомним С 2010 года Число Фельдшерско Акушерских Пунктов Области Уменьшилось С 248 До 177 И данный Процесс Продолжается Только за 15 Год Под нож Были отправлены Поликлиника Поселка Махнова Центральная Больница Поселка Гарри Закрыт Дневной Станционар Поселка Верхняя Дуброва И Натальянск Ликвидирован Пункт Скорой Помощи Новосбесте Жители Вынуждены Ездить До ближайшей Больницы За 40-100 Км Участились В случае Гибели Пациента По пути В больницу В поселок Пахнёво Скорая помощь Вовремя Не появилась Человек Умер От этого Конечно же В чьей-то Семьи Была Большая Трагедия Считаем Что на фоне Хронической Нехватки Средств На здравоохранении На местах Дальнейшее Сокращение Расходов На него Является Преступлением Нам надоела Ситуация Когда Правительство Латает Бреши В бюджете За счет Здоровья Граждан Убеждены Что подобная Политика Властей Неминуемо Приведет К повышению Смертности Увеличение Количества Хронических Заболеваний Сокращение Населения Свердловской Области Исходя Из Изложенного Выражаем Категорическое Незогласие С политикой Федеральных И областных Властей А также Лично Министра Здравоохранения Свердловской Области Аркадия Белевского Провоцирующий Рост Социальной Напряженности И протест Настроения В регионе Мы требуем Остановить Губительную Оптимизацию Медицины Поднять Зарплаты Медицинским Работникам До уровня Не менее Средний По региону Прекратить Сокращение Медицинского Персонала Внести Бесплатное Или За незначительную Оплату Лекарственное Обеспечение По рецепту Врача Увеличить Финансирование Бесплатного По полисам МАЭС Здравоохранения Отправить Еще через наших Депутатов Госдумы Коммунистов Тоже надо Направить Хорошо Ну В настоящий момент Депутат Областной Думы Беклер Занимается Проблемой Поселка Валерьяновска Направил Обращение Министру Здравоохранения Белявскому В областную Прокуратуру И Николай Николаевич Изерский Депутат Госдумы Тоже в курсе Этой ситуации Он тоже Будет заниматься Этими вещами В настоящий момент Мы Сделаем обращение На Лилию Юрьевну Как раз По тем вопросам Которые касаются Поселка Валерьяновска При получении Ответа Мы выразим Своё мнение Ну конечно же Мы напишем Ещё И в областную Прокуратуру О законности Оптимизации Как Новое слово Да Фельдшера Ну Как бы Который Обеспечивает Медицинское Служение Детей Так что Отдельности Мы ничто А вместе Мы сила Я думаю Мы победим Спасибо Всем за внимание Спасибо Что пришли Я думаю Что в следующий раз Мы будем Всё-таки Более солидарны Но мы проведём Это организованно И Гораздо Большим Населением Города Качканара Потому что Молчать Уже нельзя Когда будет Гласность Будет решение Всех этих вопросов Спасибо Всем Спасибо 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 Субтитры